Шалом! Мир Божий всему Божьему народу! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Хвала Тебе, честь, величие и благодарение! Записываем очередное видео о послушании Духу Святому. И только начинаю говорить и все, началось перемещение в Духе реальное. Прямо плыву в облаках. Вижу прямо под собой различные селения, целые города, очень сильно стремительный, быстрый полет. И сейчас Дух Святой приземляет меня на берегу моря. Я вижу большой остров. И ко мне стремительно я вижу подходят два ангела. Удивительно, что от этих ангелов исходит золотой блеск, бело-золотой блеск. И один из ангелов говорит, Мелекех, Дух Святой привел тебя на остров Патмос. И ангел говорит мне, смотри, один из ангелов говорит мне, смотри внимательно на море. Второй ангел подходит ко мне и дает мне в руки большой золотой свиток, Мелекех, который весь переливается золотом. И говорит мне, съешь его. Все, что ты сейчас увидишь, отец хочет отдать всему Божьему народу. Мелекех. Отец будет продолжать раскрывать, распечатывать книгу Даниила в полноте и времени. Нехо. Кидемор. Кидемор. Такие, как сумки, такие большие на них. Такие, как из материала пошитые какого-то. Не могу понять. И каждый из ангелов достает из этих сумок шафар. И они начинают трубить. Мелекеха. И я вижу, как по морю идет муж стремительно ко мне, Гех. Его лицо ярко светится, улыбается. Он подходит ко мне на берег моря Диасто и говорит, Я апостол Павел. И Дух Отца привел тебя на остров Патмос, чтобы известить свою волю. Я вижу, как по берегу моря, не по самому морю, а по берегу моря, вижу с другой стороны, идет ко мне так же стремительно муж. Он подходит ко мне. От него так же исходит необычное сияние. И он мне говорит, Я апостол Иоанн Мекеха. И апостол Иоанн говорит мне, Я так же послан к тебе от престола Отца, чтобы раскрыть одну из книг, которые были запечатаны Даниилом до времени. И апостол Павел говорит мне, начиная со следующего месяца, каждый месяц, В течение семи лет, говорит мне апостол Павел, Каждое седьмое и двенадцатое число месяца По всему лицу земли будет происходить Очень сильное излияние силы Святого Духа Для мощного поднятия пророческого служения, говорит апостол Павел, Это одно из знамений, которые были запечатаны Даниилом до времени на Кебебекеах Апостол Павел вновь повторяет мне, начиная со следующего месяца, Каждый месяц, в течение семи лет, седьмого и двенадцатого число, Дух Святой будет обильно сильно изливаться на землю для поднятия пророческого служения, И апостол Павел говорит мне, семь и двенадцать Это могущество небесных чисел Святого Отца от престола благодати Эти числа окроплены в кровь царя Ишуа, говорит мне апостол Павел И это семилетнее излияние, обильное, пророческое излияние Духа Святого Подымет очень многих пророческих служителей И я вижу, как в руках у апостола Павла появился ребенок грудной Очень спокойный ребенок, и он дает мне его прямо на руки Мекех И я вижу лицо дитя, оно все сияет Сияет от славы Божьей И апостол Павел мне говорит Это возрождение пророческого служения последних дней Это то, что было закрыто, сокрыто в книге Даниила до времени Мекех Агарарарарейра И апостол Павел мне говорит Подыми выше это дитя И провозглашай Рассвет пророческих служителей Рассвет пророческих школ рассвет пророческого служения во имя Ишоа Царя Славы по всему лицу земли. И я провозглашаю рассвет пророческих школ, рассвет пророческих служителей, рассвет пророческого служения по всему лицу земли во имя Ишоа. И я вижу, как это дитя прямо у меня на руках, оно мгновенно начинает подрастать. И это дитя уже стоит возле меня, это дитя, ему лет 5 или 7, я не пойму, очень красивый ребенок, он очень сильно улыбается и смеется. И апостол Павел говорит мне, это дитя пророческого служения, которое в течение этих 7 лет очень сильно наберет обороты от царства Отца и станет крепким и зрелым. Мебебеке Ах. Амин. Теперь ко мне подходит ближе апостол Иоанн. Ложит мне руки прямо на сердце. И я слышу, как он молится за меня. И он молится, чтобы та любовь, которую он пережил и испытал на острове Патмос, она была вливаемая во все пророческое служение последних дней. И апостол Иоанн мне говорит, передавай сейчас эту любовь всем людям, которые исповедуют имя царя славы Ишоа. Во имя Ишоа принимайте эту пророческую любовь, которую апостол Иоанн пережил на острове Патмос. Принимайте эту любовь. В силе и славе. Эту Божью любовь. Эта любовь так необходима каждому из нас. Не только в пророческом служении, но в каждом служении, в котором поднимает вас Господь. Амин. Апостол Иоанн говорит мне, я есть апостол любви. Я один из тех, кому сильно благоволил Отец. В сыне Ишоа. И апостол Павел мне также говорит, я также один из тех, которому сильно благоволил Отец. В сыне Ишоа. Апостол Павел говорит мне, я был обезглавлен. Пророчески. Для славы поднятия пророческого служения последних дней. Апостол Иоанн мне говорит, я находился здесь на острове Патмос и пережил сильную любовь Отца. И мое переживание на Патмосе было пророческое. И сейчас это пророческое переживание будут переживать многие пророческие служители, говорит мне апостол Иоанн. Они будут переживать пророческое помазание любви в силе и славе Святого Духа. Слава Тебе, Отец. Хвала Тебе. Честь Тебе. Величие, хвала и благодарение. И апостол Иоанн мне говорит, книга Даниила будет больше и больше, которая была запечатана раскрываться в полноте. Это любовь пророческого служения последних дней. Эгех. Апостол Павел мне говорит, это та любовь, за которую я был обезглавлен. Ради будущего. Ради будущей славы всего пророческого служения. И оба апостола мне говорят, передавай это помазание любви прямо сейчас. И я передаю это помазание любви прямо сейчас вам, братья и сестры, принимайте его во имя Ишуа Царя Славы. Принимайте эту благодать. И апостол Павел говорит, не имеющий уши, да слышит. Апостол Иоанн мне говорит, имеющий любовь, да получит ее еще больше. Мекех. Аминь. Все, братья и сестры, все видение прекратилось вместе с перемещением. Молитесь. Пусть Господь обильно и очень сильно благословит каждого из вас. Во имя Ишуа. И пусть каналы, царствия, мощные каналы любви Отца, Сыне Ишуа, изливаются на каждого из нас еще больше и больше. Принимайте это с верой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.